Итальянский сыр по-тульски. Моцарелла, бурата, таледжо, всего около десятка наименований. Собственную сыродельню новомосковские предприниматели организовали год назад. Работать пригласили итальянского повара. Сырье – молоко от местных буренок. Бизнес пошел, говорят сельхозпроизводители. Местный сыр по качеству ничем не уступает импортному, но по цене доступнее. Программа, которая была принята правительством по импортозамещению, замечательно сработала у нас, потому что очень много талантливых сароваров в Европе не востребовано, а у нас эта тема как раз начала набирать обороты. Соответственно, у нас рослись интересы. Свою продукцию сыроделы привезли в Москву на агровыставку «Золотая осень». Под крышей ВДНХ она проходит 18-й раз. Картофель, яблоки, молочные продукты. На стенде Тульской области товары более 20 производителей. О сельхозпотенциале региона губернатор Алексей Дзюмин рассказывает Дмитрию Медведеву. Западные санкции подтолкнули регион к развитию агротуризма. В области появились трусиные фермы. Работают новые проекты общей стоимостью 30 миллиардов рублей. Показала продукцию тех предприятий, которые зарекомендовали себя давно. Так, один из экспонатов Тульского стенда – торт из Белевской пастилы, весом 77 килограмм. А это пастила, что ли? Да, это торт из пастилы, это вот наша фирменная продукция. Вы продвигаете как раз именно бренд Белевской пастилы, да? Да. Вкусные изделия. Очень вкусные. И самое главное – диетические. Диетические? Два года назад ничего подобного не было. Да? Так все вспомнили. Все идет. Все пользуются. Без сахара. Это без сахара? Да. Без сахара полезно. Здоровый продукт. Здоровый продукт. Агро-выставка «Золотая осень» – возможность заявить о себе, найти деловых партнеров. Соглашение о сотрудничестве, в том числе в сельском хозяйстве, подписывает Алексей Дзюмин с правительством Ярославской области. Оба регионы находятся в ЦФО. Общего много. Наши отношения были на уровне определенных договоренностей в области культуры, туризма, в области социальной сферы. Сегодняшнее соглашение расширяет наше сотрудничество по таким направлениям, как архитектура, туризм, местное самоуправление и, самое главное, сельское хозяйство. Стенд каждого региона завлекает гостей выставки интересными наработками. Так, молодые ученые из Челябинской области предлагают эффективный метод борьбы с вредителями. Хищные клещи, выведенные в местной лаборатории без химикатов, способны уничтожить трипса – паутинного клеща. Маленькое насекомое, которое можно разглядеть лишь под микроскопом, наносит огромный вред тепличным культурам – томатам и огурцам. Это экологично, это не используем химию, тем самым защищаем растения и продукт уже дальнейший от химии. В этом году в Москву на АВДНХ съехались более 2,5 тысяч сельхозпроизводителей из 64 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На стендах – мраморная говядина, хлеб, оливковое масло. Аграрии готовы доказать – на своей земле могут производить качественные товары и способны накормить ими всю страну. Евгения Пряшникова, Надежда Мелехина, Вадим Роженков, Первый Тульский, Москва.